Роботы, имитирующие животных Сегодня существует даже новое понятие в технологиях производства роботов Биомиметические роботы, то есть роботы, имитирующие животных Ученые считают, что производство таких роботов гораздо вернее и безопаснее К примеру, для проведения исследований в пустыне изготавливаются роботы, похожие на скорпионов или муравьев Для работы на морских глубинах роботы, имитирующие рыб или крабов Причем такие роботы гораздо эффективнее всех остальных Причина, по которой ученые решили имитировать животных Заключена в безупречном строении этих живых существ И удивительной приспособленности всех функций к местам их обитания Пожалуй, самые быстро двигающиеся насекомые на Земле – это членистоногие Они чрезвычайно грациозны и быстры Поэтому строение членистоногих вызывает живой интерес многих ученых, которые используют их строение для производства роботов Имя этого робота – Аэриоль Специалист-робототехник Эд Уильмс Аэриоль является собой самый первый образец робота, созданного по образу членистоногих насекомых Вернее, даже по образцу строения краба Ученые надеются, что Аэриоль будет использоваться в качестве помощника людям для разведки неизвестных или опасных участков Земли Но между крабом и его роботом-гвенником существует колоссальная разница Аэриоль похож на краба только внешне Посмотрите, даже для того, чтобы пошевелить ногами, в него должна быть заложена специальная компьютерная программа Рассчитывающая силу и скорость, с которой надо совершить каждое движение Посмотрите, сколь неуклюжи и тяжелые движения этого робота Иными словами, даже самый лучший робот никогда не сможет сравниться с совершенством движений жирова членистоногих Эти примеры показывают нам, что имитирование даже самых простых, на первый взгляд, движений любого живого существа Представляет величайшую трудность На сегодняшний день, пожалуй, неразрешимую трудность Тогда как теория эволюции все еще продолжает утверждать, что живые организмы возникли в результате цепи случайных совпадений без какого-либо сознательного плана Но чем глубже мы исследуем детали строения природы, тем более наука находит новые доказательства существования Всевышнего Творца, Господа всех миров В этом фильме мы рассмотрели лишь несколько примеров того, как природа служит источником новых идей и вдохновения для ученых и инженеров Все сущее в природе создано столь совершенно, что человек даже самыми великими усилиями и знаниями может лишь имитировать их строение Причем далеко не самым совершенным образом Что еще раз доказывает нам непреложную истину безграничности знаний и мощи Всевышнего Аллаха, беспрестанно сотворяющего все сущее на земле Истина, которую всем разумом должен осознать человек, заключена в том, что Господь сотворил все сущее в совершеннейшем виде без какого-либо примера Еще задолго до нашего появления, что является одним из имен Всевышнего Аллаха, Бади, которое Он сообщает нам в Коране Означающее Творец всего сущего без примера и подобия Ведь сообщается нам в Коране Он создал все, что сущее в мире, не имея примера Каков Аллах, Господь ваш, нет Бога, кроме Него, Он Творец всего сущего, так поклоняйтесь же Ему, истинно Он Распорядитель всего сущего Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok